Во время распития спиртных напитков между собутыльниками возникла ссора. Обвиняемый вспомнил старую обиду. Пострадавший раньше избивал его отца и решил отомстить. Начал бить обидчика по голове. Не остановился даже, когда собутыльник упал. И все же их растащили. Обвиняемый ушел за очередной дозой спиртного, выпил и уехал в Рязань. Когда вернулся, собутыльники рассказали, что избитый умер. Лежит он там, не лежит. Я не поверил, что он там. А он сказал, где он лежит? В Кубашне. В Драгону. Где он стоял в Драгону? По-моему, здесь вот сидел. Что вы ему конкретно сказали? Драгону? Пойдем дойдем, посмотрим. Собутыльники решили скрыть следы преступления. Своим знакомым, гражданином республики Сербия, сокрыли следы своего преступления, закопав труп под землю. Искать пропавшего начала мать. Она написала заявление в полицию. Труп обнаружили спустя 20 дней после произошедшего. Уголовное дело направлено по части 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают показания в виде лишения свободы сроком до 15 лет. У обвиняемого богатое криминальное прошлое. Он был неоднократно судим за кражу, незаконное хранение наркотиков. Последняя судимость не была погашена. Каждый раз ему удавалось избежать наказания. Попадал под амнистию. Дело прекращалось в связи с примирением сторон. Теперь он получит реальный срок. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».